Всем привет! На этом канале я рассказываю о съемках, монтаже и цветокоррекции. Плюс рассказываю интересные фишки. Подписывайся, ставь лайки и пиши комментарии. В одном из своих предыдущих роликов я рассказывал, как отделить объект от фона и косвенно затронул, что такое ротоскопинг. Сегодня я хочу рассказать об этом более подробно, плюс рассказать, как вырезать объект с помощью масок. Начнем с более легкого способа, но у него есть свои минусы. Во-первых, он не всегда точно просчитывает. Во-вторых, если ваш фон не контрастный или очень близок по контрастности, или очень близок по цвету, то этот инструмент работает очень криво. Плюс он очень сильно нагружает систему. Я уже открыл After Effects, загрузил туда видеофайл и поехали! Первое, что нам нужно сделать, это выбрать наш инструмент. Рото-браш. Далее два раза кликаем на клип, над которым будем работать. Бах! У нас открылось дополнительное окно, в котором мы будем работать с этим инструментом. Наш курсор превратился в такой кружочек и плюсик, его можно увеличивать или уменьшать. Для этого нужно зажать кнопку Ctrl, нажать кнопку мыши и повести в сторону. Тем самым мы меняем размер нашей кисти. С помощью зеленой кисти мы выбираем объект, который вырезаем. С помощью красной кисти убираем лишнее из нашего выделения. Чтобы включить красную кисть, нужно зажать Alt. И появляется красный кружочек со знаком минус. Переносим ползунок в начало клипа и начинаем выделять. Обводим просто зеленым то, что должно быть выделено. Колесико можно приближать или отдалять картинку. Если зажать колесико, можно ее таскать по нашему вьюверу. Далее с помощью кнопки Page Down на клавиатуре переключаемся к следующему кадру и подравниваем наше выделение на каждом из них. Напоминаю, что с помощью зажатого Alt мы удаляем лишнее, с помощью зеленого добавляем. Вот здесь линия заполнится зеленым. Это те места, которые уже просчитаны. Серым, над которыми еще нужно поработать. После того, как мы закончили выделять объект, наше выделение нужно залочить. Для того, чтобы компьютер не вносил каких-либо изменений, пересчетов и так далее. Для этого нужно нажать кнопку Freeze. Через какое-то время это все просчитается и мы тоже не сможем вносить изменения, как и компьютер. Окей, возвращаемся в нашу основную композицию. Все, наш объект выделил. Немного добавляем размытие по краям. И ставим любой фон. Но мы видим, тут немного залезли белые края. Чтобы от них избавиться, в настройках ротобраша в графе Shift-H делаем в минус. Я поставлю минус 100. Все, наш фон удален. Но это был простой способ, когда ваш фон контрастный. Что же делать, если это не так? Для этого есть инструмент под названием Pen Tool. Я удалю ротобраш. Отключу пока фон. Нажимаем на наш клип и выбираем инструмент Pen Tool. Теперь вручную приближаем и по краю этим инструментом обводим. Все, мы полностью выделили наш объект. Но теперь, так как это видео, нам нужно эту маску проанимировать. Для этого мы заходим вот сюда, открываем, маску, самую маску открываем. Здесь зажимаем на таймер. Я обычно это делаю через кадр. Пролистнули. И погнали проверять, где у нас отошло. Так, ну в целом здесь, как я вижу, все совпало. Это просто чудо. А нет, вот здесь немного не совпадает. Я просто это выделяю и смещаю приближем. Снова пролистываю два кадра. И опять прохожусь также по краям. Здесь совпадает, совпадает, совпадает. Вот здесь разошлось. Он подвигал головой. Для удобства я пока что отключу маску. Для этого заходим вот сюда, нажимаем No. И изменю ее цвет на черный. Теперь я четко понимаю, где у меня что отошло. Не самый удачный цвет маски я выбрал. Если отталкивается от кепки, мне примерно видно. И будет красно. Снова перехожу на два кадра вперед. Смещаю точки. И так до самого конца, пока я не закончу. Здесь я не буду этого делать до конца. Но думаю, всем логика ясна. Далее, после того, как закончили, просто включаем маску, включаем задний фон. И все, наш объект снова вырезан. Также небольшой лайфхак. Если вам нужно вырезать какой-то сложный объект, например, человек идет в полный рост. Для упрощения задачи нужно просто вырезать его по суставам. Отдельно нижнюю часть ноги, отдельно ступню, отдельно предплечье, кисть, отдельно голову. И тогда процесс вырезания будет более быстрым и качественным. А на этом ролик подошел к концу. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!